Все мы любим делать то, что не принято в обществе демонстрировать, о чем не хотим рассказывать, чего стесняемся. Только мужчины некоторыми физиологическими процессами или смешными привычками гордятся, посмеиваясь над собой в кругу друзей. Девушки никогда в жизни не признаются, что они, например, пукают, после еды выпускают в воздух, ведут себя странно. Итак, 10 вещей, о чем они не хотят говорить, но что продолжают делать. Поехали! Чтение сообщений Многим дамам стыдно, но они продолжают читать чужие переписки в попытках найти следы, подтверждающие измену. Некоторые женщины занимаются чтением сообщений в качестве хобби. Им интересно, с кем мужчина проводил время, о чем говорил во время футбола, где гулял, что ел. Женщины любят контролировать жизнь мужчин. Совместимость по гороскопу Гороскопы девушки читают в компаниях с подругами наедине. Информация, которую выдаст непроверенный источник в интернете, будет обязательно учтена. Если материалы укажут на несовместимость характеров, у девушки теряется интерес. Удивительно, что такое возможно в 21 веке. На профессиональном уровне вопрос реалистичности гороскопов изучают многие. Предполагать, что все материалы врут, включая подлинные разработанные специалистами, нельзя. Но на совместимость людей влияют большое количество разных факторов. Удивительно, когда девушки этого не понимают. Монументальная составляющая отношений точно кроется не в днях рождения партнеров. Некоторые умудряются искренне не понимать, почему парни не хотят читать гороскопы. Размер прибора Обычно размер мужских гениталий в женских разговорах фигуирует и незамужних девушек. Постепенно тема исчезает. Обсуждать длину и толщину члена постоянного партнера уже не хочется из-за потенциальной огласки. Количество бывших У нее до тебя было больше трех партнеров. Скорее всего, правда. Мужчины любят рассказывать, что до свадьбы было шесть сотен партнерш, которые липли, вешались на шею завидному холостяку, отдавая себя во всех позах. С женщинами все наоборот. Дамы наверняка скажут, что ты третий. Главная цель не выглядит легкомысленной. Подумай, соотношение мужчин к женщинам точно не один к 130. Поэтому дамы, с которыми встречаются мужчины на протяжении жизни, вряд ли признаются будущему мужу, как зажигали в номере отеля с мимолетным парнем. Девушки стараются скрыть количество половых связей, партнеров, аморальных ситуаций, произошедшей в жизни, чтобы выглядеть приличными, нравственными, здравомыслящими, достойными хорошего мужчины. Представляют, как будут выглядеть общие дети. Вполне нормальная ситуация. Женщина, которая строит отношения, понимает, что в будущем будет свадьба, появятся дети, совместная жизнь. Если связь несерьезная, мысли про детей отсутствуют. В остальных случаях она подумает, каким будет сын, дочка, сколько детей хочется. Совмещение похода по маленькому с приемом душа. Пойти в душ и пописать прямо на пол дно ванной под себя – типичная ситуация для девушек. Многие небрезгливые и при появлении воспалений на коже собирают мочу, промакивают марлю, прикладывают к телу. Удивлены? Закроем эту тему и едем дальше. Просмотр фильмов для взрослых. Девушки не признаются, что смотрят фильмы для взрослых. Большинство по вечерам любят открыть самые жесткие ролики с групповыми сценами, применением грубости и гейскими шалостями. Вяжется подобное с образом приличной девушки? Само собой нет, поэтому вряд ли она признается тебе, что занимается подобным, даже если старается выглядеть страстной и раскрепощенной тигрицей. Подкладывание носков в лифчик трусы. Носки – прекрасный инструмент для того, чтобы засунуть в лифчик и посмотреть, как будет смотреться большая грудь или накачанная попа. Это девушки делают, когда остаются одни дома. Зимний волосач. Зимой ноги никто не видит, поэтому нет смысла их брить. Такую логику поддерживают многие женщины. Наверняка большинство скажет, что круглый год следят за красотой, вне зависимости от наличия или отсутствия парня. Однако фактически у многих даже подмышки не бритые. Кофта, свитер, куртка же закрывают? Смотрят на чужую попу. Не обязательно девушка должна любить других девушек, чтобы смотреть на их попу и грудь. Многие дамы с традиционной гетероориентацией делают это тайно. Оценить красивые формы с эстетической стороны любят все. Ну а некоторые им завидуют. Девушки рассматривать других девушек – это факт, в котором нет ничего странного, постыдного, нездорового. Пуканье, отрыжка, прочие результаты физиологических процессов не рассматривались. Девушки могут проводить время, попукивая на диване за просмотром любимого фильма. Они едят колбасу, мороженое, попкорн в постели, разбрасывают по комнате носки, не моют вовремя посуду при самостоятельной жизни. Зато рядом с тобой не постесняются упрягнуть во всем этом, комментируя «фу, как так можно?» Друзья, не забывайте подписаться на канал «Узнай больше» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok